Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем заседание нашего клуба. В первой части будут приветствия ведущих и авторов инициативы ГОС-4.0. Первым выступлю я, потом будет сообщение Исаак Довидовича Фрумина, после этого Александра Григорьевича Осмолова и Игоря Михайловича Ремаренко. Контекст, я думаю, будет задан в сообщениях, поэтому без лишних слов я запускаю демонстрацию экрана. Со своей короткой презентацией. Уважаемые коллеги, я хотел бы посвятить свое сообщение общей теме кризисов показателей в управлении системой образования. Я долго думал над названием, оно не совсем отражает характер сегодняшней дискуссии, но я имел в виду, что у нас произошло слияние, подмена, замещение, как угодно можете назвать, это регуляторов и показателей. Суть уже подробной презентации. Первое, что я хотел бы сказать, что не буду читать слайды, как всегда, я думаю, что всем видит текст. Кто хочет, может задавать вопросы по тексту. Первый тезис, который я бы хотел обозначить, заключается в фиксации неопределенности образовательной ситуации и будущего. Я хотел бы пометить, что речь идет и о самой образовательной ситуации сегодня, потому что будущее уже дано нам сегодня как неопределенность. И наоборот, наш сегодняшний день не дает возможности, в силу своей неопределенности, не дает нам возможности определить будущее как следующее за настоящим. Мы не можем вывести образ будущего из того, что переживаем сегодня. В этом смысле принцип неопределенности является, на мой взгляд, основным в обсуждении, в дискуссии, в определении и образовательной политики, и тех регуляторов, инструментов, которые мы готовы применять к управлению или к образовательной политике. В этом смысле неопределенность является основным фактором. А преадаптивность, то есть такая норма, которая не то, что помогает пережить будущее, а позволяет действовать в будущем, является основной задачей. И здесь я позволю себе перенести принцип неопределенности Гейзенберга. Знаете, как меня в мои молодые годы вечно, так сказать, провоцируют на физические метафоры, аналогии. Поэтому я воспользуюсь принципом неопределенности Гейзенберга, потому что для меня очень привлекательно квантовость, которую Гейзенберг как характеристику придавал системе, эту квантовость определять как своего рода персонализацию в образовательной политике. Образовательная политика становится квантовой, то есть она уже не оперирует большими массами учащихся. Она должна определять и позволять делать возможным персональное образование. В этом смысле это квантовая система. И поэтому принцип неопределенности. В этом контексте я напомню всем, конечно же, все помнят принцип неопределенности Гейзенберга. Извините, что я еще раз его напомню. О том, что определенные параметры одновременно не могут быть определены с одинаковой высокой точностью. И в этом смысле, как только мы определяем один из параметров с большой вероятностью, у нас другой параметр, мягко говоря, не определяется так же точно. А если жестко говорить, то остается нам неизвестным. В этом смысле из этого следует известный каждому школьнику тезис о том, что прибор, внесенный в среду, меняет свойства этой среды. В этом смысле инструменты, измерители, способы измерения ненейтральны по отношению к свойствам среды. И если это соединять с инструментами оценки любой, например, качество образования, уровня образования в регионе, показатели рейтинга школ или даже оценка результативности учителя для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, то мы должны прежде всего уделять внимание тому инструменту, тому прибору, с помощью которого мы определяем тот или иной показатель. А не только дискуссии о самом показателе. И позже будет понятно, почему я придаю этому такое значение. В этом смысле мы должны решить для себя в образовательной политике, в управлении системой, что такое инструмент. Это средство изменения системы или, наоборот, это средство фиксации состояния с минимизацией влияния на свойства системы. Ну, чтобы не быть абстрактным, давайте подумаем. ЕГЭ. Для чего? Ну, и любой другой инструмент, о котором сегодня будет и речь. Например, кодификаторы, о которых будет говорить Антон Алексеевич Скулачев. Они для чего? Если мы понимаем, что они меняют систему, то тогда нужно осторожно делать скидку на характеристику, на природу этих инструментов. Поэтому направленность образовательной политики во многом зависит от описания инструментов и от их влияния на состояние, какую погрешность они дают. И в чем, так сказать, перспективная следующего шага образовательного политика. Сегодня мы видим, что показатели доминируют, но при этом никакой серьезной дискуссии о них и тем более о способе их применения не происходит. Мы так увлеклись честностью ЕГЭ, что в погоне за этой честностью способ проведения почти карательный даже не подвергается никакой аналитике, что противоречит вышесказанному. Тем не менее, если всерьез воспринимать тезисы, которые я только что озвучил, то способ применения этого инструмента серьезно влияет на состояние системы. И я думаю, что нетрудно догадаться, в какую сторону он влияет. Но если мы соглашаемся с тем, что показатель, инструмент, которым мы пользуемся при оценивании или измерении, имеет значение, тогда нам придется учесть закон Гудхарда. Я неоднократно уже его, так сказать, продвигал и сейчас продвигаю. Который заключается в том, что любой показатель, который становится объектом административного влияния, разрушает систему. То есть, мало того, что прибор, внесенный в систему, меняет его свойства, мало того, что способ измерения влияет, так еще и административное давление на сам этот показатель. Вот мы сейчас, я только обозначу, не буду активно обсуждать, методику оценки уровня образования в регионах. Указом президента этот показатель утверждается. А теперь представим себе административное давление на этот показатель. Закон Гудхарда гласит, что любой показатель, который становится объектом административного влияния, разрушает эту систему. И в этом смысле я абсолютно согласен с Джерри Мюллером, который считает, что убеждение в том, что если проблему нельзя измерить, то невозможно ей решить, это дорогостоящий. Тирания показательной в образовательной политике, и мы это видим, убивает саму образовательную деятельность. В качестве примеров я могу детально разобрать, но сейчас только обозначу, рейтинг регионов по качеству школьного образования, который представил Росрабнадзор и ФИОКО. Да, это важный шаг к открытости, но, с моей точки зрения, совершенно негодный по поводу инструментов. Мы можем проанализировать итоги этого рейтингования и увидеть колоссальное несоответствие с реальностью, которая дана нам в ощущениях. Методика расчета показателей уровня образования. Этот показатель утвержден указом президента. Но методики, проекты методики, которые мы сейчас обсуждаем в группе при госсовете, абсолютно негодные, с моей экспертной точки зрения. И тому есть числовые показатели, которые я сейчас просто покажу, но нет возможности на них останавливаться детально. В этом смысле направление изменения дискуссии, которое нами предлагается, это как строить цифровой институт, как строить преадаптивную нормативную базу с учетом инструментов, которые позволяют реализовать эти задачи. В чем квант нормативный? И мне кажется, что смысл этих дискуссий в том, чтобы нормативный квант использовать для построения антологии цифровых инструментов. И здесь ключевым вопросом является преадаптивный характер представлений о результатах образования. Именно про это я бы призвал вести нашу дискуссию, в частности, про кодификатор. И закончить я хотел бы цитатой из уже названного произведения о том, что измеряемое может не иметь никакого отношения к тому, что на самом деле хотим узнать. А вот отождествление отчетности с количественными показателями вводит нас в заблуждение. Там нет ни грана ответственности, которое там должностное лицо или руководящий работник несет за свои действия. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok